30 октября в российских школах прошел единый урок кибербезопасности. Ребятам рассказали, как правильно вести себя в сети, совершать интернет-покупки без риск, анализировать потоки информации и не стать жертвами интернет-травли. На открытом уроке в поселке Кавказском побывала и наша съемочная группа. Прошел урок кибербезопасности. Сколько детей в нем приняло участие? Как вы составляли этот урок и на что он был в первую очередь направлен? На той неделе мне предложили провести открытый урок по безопасности в интернете. Но так как я сама являюсь активным пользователем интернета, мне было интересно подготовиться к этому уроку и провести его. В уроке приняли участие ученики 8-10 класса в количестве 34 человека. При подготовке к этому уроку я воспользовалась материалом, который прислали на электронную почту школы. От правительства и России, и Карачао-Черкесии с рекомендациями министра образования. Я перешла по ссылке, там сайт, который предлагает проводить различные единые уроки по России. Там экологический урок и урок безопасности интернета. Воспользовалась видеороликом, потом прочитала множество различной информации, что-то новое для себя узнала. Я уже на уроке говорила, что действительно я за эти годы сама сталкивалась с такими угрозами интернета. И мне было, конечно, интересно готовиться к этому уроку. И хотелось донести, но за 40 минут все не расскажешь детям, что их предостерегает. Но я думаю, что мы эти уроки проведем и в других классах, которые у нас в школе. Даже, наверное, можно уже из первого класса проводить, только информацию более попроще сделать для детей. Потому что опасность предостерегает всех учеников. И с каждым годом опасностей в интернете становится все больше. То есть мошенники развиваются, придумывают что-то новое, какие-то другие схемы. И действительно, мы уже об этом говорим. В прошлом году у нас было несколько собраний насчет синего кита. То есть мы постоянно говорим родителям, чтобы они контролировали детей, что нельзя, чтобы был свободный доступ к интернету. И никто никогда детей не контролировал. Большинство родителей нас поддерживают. И действительно знают, на каких сайтах сидят дети. И родительские контроли устанавливают на компьютере. В целом ситуация благополучная у нас в школе. Серьезных таких моментов, чтобы опасных не было. Но надеемся, что и дальше интернет грамотно, детей будут повышаться. И не будет у нас серьезных проблем. Виктория Борисовна, а вот есть ли еще раз тезис на основные постулаты, которые были сегодня в рамках этого урока? Коротко. Интернет – это такая огромная система, которая должна приносить пользу. То есть это действительно такой огромный мир, где человек может реализоваться полностью. Все получить, что ему не хватает, скажем, в реальной жизни. Но интернет, кроме пользы, приносит еще и огромный вред. И вот каждый человек должен знать, какой вред может привести интернет. То есть все опасности, которые, допустим, коротко я изложила, вот правила по безопасному пользованию интернета детям раздала. И каждый человек должен как бы знать, какая опасность его предостерегает, чтобы не попасть, допустим, в какие-то такие ситуации, где пришлось бы потом обращаться в полицию, как бы страдать, ввиду того, что некоторых приводит к смерти. Вот как бы это главное, что человек должен знать, чего бояться. Знать, как предостеречься, быть грамотным, чтобы в любой ситуации в интернете знать, как себя повести. Против мошенников. И, ну, просто должна быть грамотность, воспитанность. Нужно как бы общаться в интернете так же, как и в реальной жизни. Как вы считаете, то, что знаете, вот этот урок проводится именно среди школьников, ни среди студентов, ни среди взрослых, ни среди, ну, пенсионеров. Это насколько актуально и обусловлено? Даже если вы по некоторым высказываниям учеников поняли, то есть где-то, ну, к 16 годам уже ценности формируются у ученика. И он уже может отличить, скажем, доброе, злое, там, вредную информацию и так далее. То есть, ну, уже старше 18 лет, скажем, не так актуально. Уже лично сформировалось, и уже сам где-то, ну, взрослый человек уже может понять, где какая-то опасность. А, конечно, скажем, с детства, да, и вот подростковый возраст сам как раз таки актуальный, в подростковом возрасте, когда для них, скажем, социальные группы являются примером, примером, улица является примером, и в социальных сетях они как раз таки вплескивают все свои эмоции, делятся, допустим, не могут поделиться дома с какими-то проблемами, делятся в интернете, да, с чужими людьми, которыми, допустим, никогда не увидятся. И как раз таки вот самый опасный возраст, мне кажется, подростковый. Как раз таки вот самое актуальное, это с 13 до 16 лет проводить детей интернет-уроки. Вот, ну, маленькие детей, взрослые больше контролируют, а подростки как бы уже родители больше доверяют, думают, что все прекрасно, поэтому я считаю, что самое актуальное, это вот с 13 до 16 лет, самый опасный возраст. Если позвольте, у меня такой вопрос, знаете, есть такое, ну, мнение, что запретный плод всегда сладкий. Вы не понимаете, что когда вы им расскажете и покажете, что есть сайты, которые нельзя посещать, в первую очередь дети именно на эти сайты зайдут? Как тогда быть? Ну, скорее всего, они уже и заходили на какие-то сайты, уже и заходят. Ну, как раз таки, может быть, они не знали, чем это опасно. Вот, как раз таки, да, когда говоришь нельзя, они, конечно, зайдут, но тогда они должны знать, что это опасно. То есть они заходили, возможно, потому что, допустим, мы первый раз провели урок. Родители не все контролируют, не все в курсе, да, не всех родительских контроль на компьютере. То есть они, конечно, мальчишки, девчонки заходили на какие-то сайты, заходили и, может быть, заражали компьютеры вирусами и так далее, но не знали, допустим. Значит, все-таки, если это есть вред, они должны знать об этом. Ну, да, я согласна, что все запрещать, и тогда будет это. Ну, тогда, значит, уже совместно. Родители должны больше в интернете, значит, проводить совместное время, чтобы они действительно видели, чем ребенок занимается, да, совместно какое-то должно быть пощадь сайта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова